Если вы нальете воду в ладонь и будете ее просто держать, то постепенно эта вода испарится между пальцами, просто выйдет. И таким образом как бы пропадет. Подобно этому знанию, если его не передавать другим, оно из нас уходит. Это очень важный аспект. Второй аспект для того, чтобы лучше мы поняли друг друга, это то, что знание и стресс, как сестра и брат. Серьезное знание, которое способно трансформировать наше сознание на каком-то этапе естественным образом, может привести нас к стрессу. Потому что будут какие-то определенные откровения, которые не стыкуются у нас с нашим опытом. И помощь следующая в преодолении вот этого стресса, что в конце концов то, как вы живете, это продукт вашего предыдущего знания и вашего предыдущего опыта всей жизни. Если вы всем этим довольны, то нет проблем, тогда и нечего слушать этот прямой эфир. А если вы видите, что ваших знаний недостаточно, вашего опыта недостаточно, у вас есть проблемы, которые вы хотели бы решить, то тогда не бойтесь того, что вы услышите нечто отличное от ваших представлений. Потому что, может быть, ваши представления ограничивают вас в достижении ваших же целей. Следующий аспект для лучшего усвоения знания. Большинство людей ищут быстрые решения. Это очень интересный момент. Что такое быстрые решения? Быстрые решения – это которые основаны на нашем опыте, который у нас уже существует. Да, и очень часто быстрые решения лечат симптомы, а не помогают с решением проблемы. Они подобны таблеткам в аптеке. Вот это вот бич современного общества – искать быстрые облегченные решения, оптимизировать вещи, которые на самом деле требуют систематического лечения. Понимание, анализа проблем, заглянув внутрь этой проблемы, в самую суть. Поэтому, подобно тому, как таблетки лечат симптомы, а не лечат заболевания, иногда быстрые решения – то же самое. Способные облегчить какую-то душевную боль, смягчить ситуацию, но глобально она не решается.